Здравствуй, мой юный зритель! Я не знаю, на каком этапе, на каком моменте своей жизни и познании ты находишься. Но я точно знаю, что у тебя есть вот маленький подарок судьбы, который мы небрежно называем мечтой. И об этом наш следующий рассказ. Мечта. Мечта. Очень маленькая, волнующая, почти невидимая, невероятной значимости сокровища, которые ты несешь через всю свою жизнь. С каждым годом она обретает новый облик, новую форму, перерождается во что-то совершенное. Мечта – это вечный двигатель, который заставляет художника посвятить жизнь полотну оплотника созданию этих полотен. Мечта заставляет нас действовать во имя, на благо и вопреки. Добиваться новых результатов, делать немыслимые открытия, созидать и покорять вершины, чтобы было где пошептаться с Богом. Мечта – это жажда и необходимость. Это отчаяние и разочарование. Это взлеты и падения. Это волнующие фантазии, бегущие по грани реальности и сна – это что-то нереальное, недостижимое. То, что время от времени мелькает на горизонте жизни, изредка напоминая о себе мечта. Для кого-то это планка определенной высоты, поставленная перед самим собой. Для достижения которой необходимо подняться по лестнице, состоящей из большого количества целей. Но с каждой ступенькой, становясь ближе к тому самому сокровищу, ты с воодушевлением забираешься все выше и выше. Как жаль, что люди иногда перестают мечтать. Ведь, значит, они перестают верить в себя, в свои силы, в свои возможности. Бац! И они уже проиграли ветру. Он обогнал. А мечта тем временем подобна маяку. Который неизменно светит нам сквозь города и время, жару и холод, мечта. Нам бы стоило следовать за этим светом, несмотря ни на что. Но с годами погружаясь в бытовую, рутинную реальность, человек порой не замечает, как становится штатным роботом жизни. И, как правило, чьей-то жизни, а не своей. И, как правило, чьей-то жизни, я мечтаю, чтобы пришел человечек, протер пыль с фонарей, и тем несчастным снова было куда плыть. Много человечков. Пусть у этих маяков будет сторож. Обычный сторож мечты. Охранник заветных желаний. Субтитры создавал DimaTorzok